социальной поддержки, а это зависит от экономической политики, где главное, кто хозяин богатства России. Россияне должны быть хозяинами богатства России. Вот нить, которая распутает весь клубок существующих проблем. По Конституции России каждый россиянин может быть хозяином доли богатства России, равной доле этих богатств каждого другого россиянина. Это законно, справедливо и нужно для создания нашего народного мощного хозяйственного комплекса с богатством России и хозяевами этого комплекса россиянами. Это выгодно всем россиянам, кроме коррумпированных чиновников. Наш мощный хозяйственный комплекс будет зарабатывать доходы для бюджета страны, а не отнимать и делить за взятки. По расчетам ученых, общий годовой доход нашего народного хозяйства в несколько раз превысит существующий годовой бюджет России. Что обеспечит достаточное финансирование образования, здравоохранения и социальной поддержки сберегающих нацию. Кроме того, из доходов нашего народного хозяйства каждый россиянин, как хозяин доли богатства России, имеет право и сможет ежемесячно получать деньги в размере не ниже прожиточного минимума на свои текущие расходы. Это в дополнение к существующим социальным выплатам и пособиям реально обеспечит каждому россиянину благополучие. В песне о родине есть слова. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Нам не нужно у кого-либо что-либо отнимать и делить. Нам нужно реально быть хозяевами богатств России, чтобы повысить уровень и качество образования, здравоохранения и социальной поддержки сберегающих нацию. И главное, чтобы каждый россиянин жил достойно. Так прозвучат вопросы, на которые каждый из нас должен ответить искренне, честно. И, наверное, самое главное, все-таки с пользой для нашего общего дела, для нашей партии, для нашей государства и, конечно, для нашей Новгородской области. Потому что мы должны все-таки и на Новгородскую землю приземлиться. Вот вы знаете, сейчас идет сильнейшая атака. Она началась уже на нашу партию, на нашего президента, на правительство Российской Федерации, на нашего лидера партии Медведева. И самое главное, это касается вопросов социальной сферы проводимой политики, образования, демографической политики и, безусловно, конечно, здравоохранения. Вот я в руках держу газету «Справедливая Россия». Нет, все вопросы посвящены социальной политике, демографии, образованию и здравоохранению. Критика просто жесточайшая. Перевирают все факты. Не буду останавливаться. И даже в нашей газете, вот мой товарищ очень такой хороший, Дима Игнатов, задает вопросы нашему губернатору. Я, говорит, не могу мириться. Почему? А потому что вот спортсмены за плату проходят медицинское обследование перед соревнованиями. Я думаю, что в ходе дебатов сегодня, это важный, конечно, сегодня вопрос, посвященный образованию, социальной сфере здравоохранения. Мы постараемся ответить, достойно ответить. А в ходе избирательной кампании мы должны дать достойный, серьезный, аргументированный ответ нашим оппонентам. И считаю, что вот те дебаты, которые проводят наши партии, ни одна же партия не стала проводить дебатов. Ни одна партия не стала проводить праймериса, те, которые парламентские партии. А мы проводим. В этом наша сила, потому что мы с народом, мы со своими избирателями честно и откровенно отвечаем на все вопросы. Поэтому еще раз вас благодарю за то, что вы пришли. Зал сегодня полный. И мы будем с вами честны и искренни. Спасибо. Я прошу всех придерживаться времени, двух минут. Попол Станислав Владимирович. Добрый день, уважаемые друзья. Россия – это социальное государство. Социальная политика имеет несколько целей измерения. Это поддержка слабых. Тех, кто по объективным причинам не может зарабатывать себе на жизнь. Это обеспечение работы социальных лифтов. Равный старт, продвижение каждого человека на основе его способности и таланта. Тому пример карьера действующего президента Владимира Владимировича Путина. Мнение людей измеряет эффективность социальной политики. Справедливо ли устроено общество, в котором мы живем. Люди разного призвания, предприниматели, рабочие, бюджетники, должны иметь поле для реализации своего потенциала. Поле для профессионального и социального роста. Профессионалы должны получать возможность не просто работать по специальности, а строить профессиональную карьеру. В любой стране учителя и врачи, ученые и работники культуры – это не только костяк креативного класса. Это те, кто придает устойчивость развитию общества, служат опорой общественной морали. Восстановление профессиональной морали, самоуправлений и самоочищения – залог развития общества. Образование должно отвечать вызовам нового времени. Главное – гарантия доступности бесплатного, качественного образования. Сегодня до сих пор вопрос качественного образования стоит довольно-таки остро. Но решить его можно путем отменения очередей в детских садах. Должно быть социальное равенство получения образования. Дети не должны быть заложниками социального статуса своих родителей. Непременное развитие дополнительного образования. Стипендия для студентов должна покрывать их прожиточный минимум. Хотя бы на первых курсах. Достойная оплата труда профессионалов и бюджетников – это основная цель реформ сегодня. Врач, учитель, профессор на своей основной работе должны получать достаточно, чтобы не искать заработков на стороне. Я нацелен на полномасштабное возрождение, сохранение национального самосознания, достоинства и самоуважения. Столировка И.Л. Валентинович. Дорогие друзья, сегодняшняя тема, она достаточно объемная. Она состоит из трех таких блоков. Она достойна, на самом деле, отдельных трех дебатов. В это непростое для нас время самое главное – найти возможности для реализации тех социальных задач, которые сейчас на любовь острые. В первую очередь, мы должны помочь людям, которые являются самыми нуждающимися. Я напомню, что в Новгородской области проживает 12,2% людей, которые находятся ниже черты бедности, если ее так можно назвать. Поэтому же сейчас мы должны на законодательном уровне изменить минимальный размер оплаты труда. Я знаю, что в «Единой России» готовится законопроект, согласно которому возрастет минимальный размер оплаты труда на 25% до 7200, если не ошибаюсь. 7500, спасибо, Сергей Юрьевич. Следующим важным моментом является постоянная индексация заработной платы врачей, учителей. Мы знаем все прекрасно, что наш президент издал замечательные указы, которые принято называть «Майские указы» 2012 года, с этого мая. Но если мы хотим их реально достигать, мы сейчас должны индексировать эти зарплаты ежемесячно, оплаты по итогам года на 2-3%. Несмотря ни на что, несмотря ни на какую сложную ситуацию с санкцией и другое, мы должны сохранить те социальные программы поддержки семьи, которые сейчас исполняются. Это выплата материнских капиталов, поддержка семей, у которых низкий доход, а также поддержка семей, имеющих трех детей и более. Необходимо принять закон об обеспечении социальным жильем молодых специалистов в области здравоохранения, в области образования. Основными направлениями в сфере образования должны стать обеспечение для детей дошкольного образования от полутора до шести лет, возможности быть устроены в детские сады. Я знаю, мы сейчас на собственном примере, у меня есть ребенок, которому три года, который пошел сейчас в садик. Мы исполняем эти обязательства. И напоследок мы должны сделать все, чтобы наши граждане были самыми здоровыми, образованными, а также были уверены в своем будущем. Спасибо. Павличный Сергей Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Для образования и здравоохранения и социальная политика это тема, которая находится постоянно в зоне внимания Дима России, как политической и ответственной организации. Но возникает вопрос, достаточно ли того, что сделано за последние годы? Конечно, нет. Я не сомневаюсь, что и сегодня вы сможете набросать целую кучу вопросов. И здесь и нехватка учебников, здесь и излишняя отчетность преподавателей, здесь и так называемая оптимизация сети бюджетных учреждений, здесь и качество сервисов медицинских учреждений. Но тем не менее, смотрите, здравоохранение, программа «Земский доктор» это не что иное, как проект «Единая Россия». Область сейчас добавила на встречу федеральным ресурсам свои бюджетные деньги. За последние годы в пять раз дефицит врачей в сельской местности благодаря этой программе «Единой России» сократился. «Образование». В этом году и на протяжении последующих 10 лет будет реализовываться проект модернизации и строительства общеобразовательных учреждений. Это программа «Единой России». Емкость 2 триллиона рублей. В этом году уделяется 50 миллиардов рублей. 25 миллиардов уже раскассировано. Новгородская область участвует в этом проекте. Социальная политика. 25 марта, Санкт-Петербург. Дмитрий Медведевский на социальном форуме. Каждый гражданин нашей страны с момента его рождения и до глубокой старости имеет право на социальную защиту. И это не просто слова. Материнский капитал. Продлен срок действия. Расширяется возможность использования материнского капитала. Индексация пенсии до уровня инфляции. Льготы по взносам на капремонт. Новгородская областная дума такое решение приняла. Перечень не закрыт, дорогие друзья. Но в любом случае, без сомнения, в наших детях, в наших людях, концентрация всех наших стратегических инициатив. Спасибо. Первый раунд наших дебатов завершился. Сейчас только Александру Венедиктовичу. Или всем один вопрос. Нет, нет, Александру Венедиктовичу. 30 лет назад многие из нас жили при социальном форуме. Я для молодежи объяснил, что такое социальном форуме. Это апеллитарно.